Здравствуйте, с вами Бадди! Шерлок Холмс, Crimes and Punishments На очереди у нас с вами третья серия Начинается прямо сейчас Как вы помните, мы на Бекер Стрит Мы расследуем убийство Петера Керри И для продвижения нам нужно Пообщаться с бездомными ребятами С Лондона Для этого нужно поманить их Из окна, насколько я понял Отлично, все просто Из-за того, что у вас есть в доме, но инспектор просит, что вы приезжаете в станцию как быстро, как возможно Спасибо, я буду там скоро Так, хочется спросить А что на мобильный не послал смс-ку по Виберу Шучу Так, найти экипаж по Голеследстридам Наверное, с этого и начнем В принципе, лучше нам здесь ничего не надо В базе данных никакой у нас Задача не да Давайте отправляемся на Бекер Стрит Вернее, на Скоттленд Ярд Путаются в голове у меня эти названия Есть ли у нас какие-то новые детективные цепочки? Судя по всему, ребят, нету Да, цепочек нету И никаких интересных доказательств Или каких-то интересных записей базы данных тоже Но есть цели новые, давайте их посмотрим Должно быть, Лист Рейд обнаружил новые факты Джон Меллиган не похож на обычную воришку И так знаем Ладно, пока ждем информации От местных нищих В хорошем смысле этого слова Как всегда Что случилось? Мы имеем новый субпект Liam Hurtley У нас есть выстрелы У нас есть ли у нас есть ли выстрелы? Ммм, вы имеете в виду? Конечно Это в выстрелах На твоей руке Отъехайте, мистер Омс Скоттленд Ярд У нас есть слишком ahead Отлично Это соспекты предметно чтобы не бить его сразу больно ручка как ручка так для этого нам нужно будет вернуться на бейкер стрит ребята кстати могут подойти знаете почему так а чё ты вышел там еще мешок целый мешок у нас не активен ну что ж я предлагаю перед тем как идти допрашивать все-таки поработать с уликами это было бы логично согласитесь сначала проверим ботинки у нас появилась новая задача допросите нового подозреваемого лайма хат я не виду такую фамилию соответственно нет у нас его личности но сейчас мы проверим его ботинки может подойти потому что мы проверяли ботинки самого бьерного они были 41 размер я это запомнил а 43 может подойти потому что раппер был маленький дизбуц мачта фут принц экзакт ли это дает нам преимущество в диалоге с ним хорошо сразу можно увидеться связь это сделать так следы хат ли не да ну как-то связано давайте посмотрим ботинки лайма хат ли совпадают со следами в ульман сли что доказывает его присутствие там джидит керри отрицает что он работал садовником хорошо так и хочется сказать какого хрен ты там делаешься там не работаешь а так и сразу ой как и виноват ребята что я поторопился нажать по той причине что я хотел на бейкер стрит я поменял в том направлении да я надеюсь надеюсь что да чтобы не смотреть 10 раз одну и ту же загрузку ботинки лайма хат ли в точности соответствует следам нам нужно что-то сделать с акцией я честно говорю убейте не помню где ее можно было применить письмо от хат ли за это черный хорошо здесь бейкер стрит отлично теперь мы можем произвести с ней какие-то манипуляции с той запиской с письмом я нужно проверить хемикалят из лучших генециковых 문제 обучивающих влезия бумага поменят в нужную роль передачу первое в acompañе в 3 черный утра в after the orange reagent. Думаю, будем долго с этим возиться, бесцветный, бесцветный. Почему 7, где 7, то ремень где активов? Это странно, согласитесь. Еще второй должен быть, ну, например, зеленый. Теперь, например, снова синий. Теперь, например, оранжевый. И последний должен быть бесцветный. Понятно. Неправильно, да? Пробуем по-другому. Берем синий. Ну, здесь два варианта. Или оранжевый должен быть третий. Например. Например. Давайте так попробуем. Оранжевый. Зеленый. Зеленый явно должен быть. Нет. Что-то не правильно. Мне нужно, чтобы я по правильному. По правильному. Я шел с Леру, значит. Так, а как сброситься? Отлично. Ну, ладно. Давайте, наверное, вы увидите уже конечный вариант. Потому что я могу здесь надолго завязывать. Вам, ладно. Далее. Далее. Смотрите продолжение в следующей серии. Похоже, получилось. Получается синий, зеленый, синий и потом будут оранжевые. Так, давайте немножко промокнем. Интересно то, что приходится криминалистикой заниматься самому. Как-то забавляет. Все, вроде. Кто просил, зачем просил, непонятно, да? Ладно. Хорошо. Выходим. Неплохо поработали с лабораторией. Здесь у нас ничего новенького сделать нельзя. Да, ничего. Соответственно, мы отправляемся снова на Скоттенд Ярд. Затем, чтобы уже допросить конкретно нашего героя. В принципе, все остальные вещи посмотрели. Продолжаем. Так, идем в комнату для запросов. Я думаю, к Неллигану идти смысла нет. К Листрейду можно прийти. Давайте, может, что-то новое он скажется. Нет, да, судя по всему. Вот и Лайм Хартли, который нам нужен. А там кто? Там никого. Продолжение следует... Так, сразу спрашиваем. Так, сразу спрашиваем. Опровергаем. Его там поймали. А, нет, ботинки, да? Что, они не прав, что ли? И тут мы применяем письмо. Так, сразу спрашиваем. Так, сразу спрашиваем. Но это ничего. Если вы хотите узнать, я привыкнула к моим инструментам. Это связано с моим работой. Я проверяю, мистер Хартли. Составляем, так сказать, словесный портрет. Давайте искать на нем примечательные вещи. Выше не подняться. Кепка, нет? Шрам. Укус. Старый шрам. На руки смотрим. На руки смотрим. Руки садовника. Судя по всему, он был там садовником. Для чего туда врет и дала? Следы растений. Да, он работает садовником, ребята, определенно. Платок с хохлатой синицей. Теперь все понятно. Убийца-жена. Она заказала его. Так, ботинки. Очень ухоженный сад. Садовник. Письмо, судя по всему, он писал же не упакованно. Хорошо, доложим об этой линстреиду. Можно новое скажет. Какова исследование, мистер Райвенс? У вас есть... Так, давайте почитаем, что у нас появилось нового. Во-первых, новое место. Там нам нужно будет что-то поискать и потом допросить его за нами. И картина самого подозреваемого. Подозрительный человек, арестованной полицией за то, что крутился возле Удмазли. Он бывший солдат, с подсчетом оставивший службу из-за ранения в шею шрапнелью. Сейчас живет тихо, работает садовником. Хорошо, отправляемся в Удмазли, в котором мы уже часто очень были. Но именно такое перемещение по локациям является основой геймплея. Какие-то новые доказательства появились у нас? Нет, не появились, да? Нет. Нет, нет и нет. Хорошо. Эти связи, зачеркнутые красным, появляются, когда мы точно их уже проверили. То есть, чтобы мы 10 раз одно и то же не делали. Это очень удобно, кстати говоря. И похвально для разработчиков. Так, где у нас хранятся инструменты? Хранятся инструменты вон там. Заодно можно и предъявить вдове, сказать, что ж ты врала-то, нехорошая, а ты человек. Да, нехорошая, нехорошая, а ты человек. У нее книжка с синицей, у нее платок с синицей. Кажется, что... Сдается мне, что они в этом сарайчике вместе с миссис Керри маленько там... разглядывали эту книжечку. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ну ладно. Пока не будем делать поспешных выводов. Давайте сразу включим первый вид. Вид от первого лица. Так, включаем зрение. Что видим мы? Пол в сарае. Доски. Плохо подогнанная доска. Хорошо. Нашли интересное место. Ну сначала... Начнем с других мест. А, здесь больше ничего интересного. Я прошу прощения за посторонний шум, ребят, но вы в курсе, что происходит у меня дома, поэтому... Не серчайте. Сам бесюся. Сам кипю. Так, включаем еще раз зрение и открываем. Та самая коробка, которая так идеально подходила для полки. А что в ней? Давайте посмотрим, что в этой коробке. Так, что пропадают подсказки-то, не могу понять. Крутить все, крутить. Понял. Смысл понял. Нужно решить загадочку. Чтоб совпали вот эти вот линии. Почти совпали, да? Какой-то уже рисунок намечается. Да, вот почти совпало. Давайте по этой полоске ориентироваться. А, теперь можно менять, да? Блин, так все совпало же, ребят. Вот это теперь нужно крутянуть. Правильно я понимаю? О. Отлично. Ну, это было несложно. Это было легко. Берем важную информацию, которая проявляет свет. Сразу сказал. Сразу сказал. Лайя, мой дорогой. Вы были так добры ко мне все то время, что я вас знала. Я не могу описать свои чувства, но считаю их греховными. И ни к чему хорошему они не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я благодарю вас за заботу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля. И мой муж, это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад, но синяки сойдут. И вам не нужно волноваться обо мне. Порядочная женщина, мягко говоря, грубо выражаясь. Так, об этом нужно будет спросить и саму Джудит, и самого Лайма. Так, мне, к сожалению, пришлось немножко прерваться, поэтому начинаем с того же места, на чем закончили, а именно спрашиваем о связи жены убиенного с садовником. Ух ты, какая ты распутная бобенка. Мадам, я уверен о твоей аффинитии с Лиэмом Хартли. О, о чем ты говоришь? Опровергаем ее, якобы, такие вот... Якобы ее удивление такое, естественное, с письмом Харт, с любовными письмами. Миссис Кэрри, мы нашли ваши письма. Миссис Кэрри, мы нашли ваши письма. Так, проверить подозримаемого, это понятно. С тобой мы дообщались. У нас есть возможность какие-то... Сделать дедуктивные выводы, давайте пробовать. Признание Джудит и пропавшая коробка. Нет, письмо, отлично. Появилась цепочка. Взломщик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку. Не то, по-моему. Не то. Вот это. Было доказано, что Лайм Хартли флиртовал с женой Питера Кэрри и даже влюбился в нее. Но это не вышло за рамки страстных, но безобидных писем и слов. Ладно. И это ведет к следующему заключению, да? Необъяснимое присутствие и флирт. Присутствие Хартли в Уидман Сли в ночь убийства объясняется его увлеченностью Джудит Кэрри. Тем фактом, что он работал садовником. То есть, якобы, не он, да, убийца у нас? Лады. Давайте смотреть, что у нас есть. В любом случае, надо спросить у Уиггинса и самого допросить самого садовника. Для этого отправляемся на Брикер Стрит сначала. В принципе, для экономии времени, наверное, сначала нужно перемещаться, а здесь уже делать выводы по логике вещей. Совсем, не совсем понятно мне с акцией, что делать дальше. Но явно где-то она мне еще пригодится. Ладно, кстати, появилась третья запись, да? Нет, это мы уже читали. Здесь в деле будет много подозреваемых, я смотрю. Или это просто пустые ячейки? Возможно, вот по всей игре. Продолжаем. Я думаю, если Уиггинс смогли найти каких-то садовников. Я понимаю, что тебе это интересно. Но сначала перепутал кнопки я. Включим гид от третьего лица. И направляемся на всякий случай к Лестрейду. Понятно, с ними обсуждать каждый шаг, в смысле, я Шеллок не вижу. Только какие-то глобальные вещи. Значит, все мы спросили у него. Я думал спросить его про любовную связь. Ну ладно, тогда отправляемся на Бейкер-стрит к Уиггинсу. Возможно, он что-то нам скажет. Здесь у нас нового ничего. Возможно, Уиггинс, Джон Элиган. Да, все остальное мы уже знаем. Давайте посмотрим. Нашел ли мы. Так, Ю Паттинс, матрос. Джеймс Ланкастер, рулевой. Патрик Кернс, гарпунщик Рольф Талбот. Матрос, Джон Йорк Кок. Пабло Ковентрау. О, умер неделю назад. Печально. Может быть, как-то связано? Не думаете? Вот, что было важно. Вот, что было важно. Некоторое время спустя. Так, отлично. Теперь мне нужно будет идти в этот бар. Но здесь возникает другая идея. Знаете, что я вспомнил? Я вспомнил о том, что у меня в шкафу Шеллока есть одежда моряка. Как вы думаете, для чего она здесь? Ну, не просто так, именно моряка. И она пока закрыта. Ладно. Ладно. Давайте останемся в каком-нибудь, не знаю, в таком постюме. И делаем дедуктивные выводы из имеющихся нового доказательств. Если кисетка надлежит Патрику Кернсу, это указывает на его присутствие на месте преступления. Но это нужно еще доказать. А для этого мы отправляемся куда? Вот о чем я и говорил, да? То есть я чуть-чуть Шеллока впередил. Но переодеться в моряка, когда мне этого захотелось бы, нельзя. Только, что называется, по наличию сюжета. Ну, отлично. Моряк так моряк. Так, у нас появилось новое место для отправки. Давайте посмотрим, где она у нас. Пап-морская ведьма. Давайте туда и переместимся. Так, что у нас? Задание. Перейдеться моряком и защитить Кернса в пабе. Вы знаете, здесь, с одной стороны, хорошо, что нет возможности ошибиться, да? По крайней мере, до поры до времени. Возможности такой у нас не было. То есть ведет игра за руку, пока все довольно-таки понятно. И пока ты не сделаешь правильный шаг, игра не продолжится дальше. Это делает игру, так сказать, дружелюбной к игроку, но в то же время людям же нравится, чтобы можно было ошибиться. Как это было, например, в Лейд Нуар. Ну, каждому свое. Напишите в комментариях, что вам ближе по душе. С вами был Лейд Белли Плей. Следите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Продолжим в следующей серии. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok